Доходная часть бюджета города в нынешнем году увеличилась на 485 миллионов рублей за счет собственных доходов 159 миллионов рублей и дотации, субвенции, субсидии 362 миллиона рублей, полученных из краевого бюджета. Они пойдут на нужды образования, на строительство пристроек к двум школам 15 и 82. Расходная часть тоже увеличилась и составила 521 миллион рублей. Основная часть из этих средств теперь в расходной части уходит на погашение судебных решений, это 115 миллионов рублей, затем на содержание клуба «Истоки», тот, который дом культуры на КСМ отремонтирован, все, теперь его надо содержать. Ремонт музея в Адлере направлено и ремонт спортзала в 81-й школе, это в Лазаревском районе. Кроме того, на цветочное оформление по подготовке к чемпионату мира. Проголосовали сегодня депутаты и за корректировку программы приватизации муниципального имущества. Она с изменениями утверждена до 2020 года. Было внесено предложение о том, чтобы базу, которая находится на улице Темирязева, под которой находится 1,7 гектара земли. А нам там необходимо на сегодняшний день уже, и это подтверждает управление образования, о том, что там необходимо строить школы и детский сад, потому что микрорайон тоже развивается, а их нет. Поэтому мы исключили из программы приватизации это акционерное общество, где вот эта база находится, и сделали протокольную запись о том, чтобы этот земельный участок, который будет, он будет направлен на подготовку проектно-смертной документации для размещения там социальных объектов. Из программы приватизации также были исключены пять свободных помещений, которые будут на льготных условиях отданы малому и среднему бизнесу в аренду. Не подлежит приватизации еще 10 подвальных и полуподвальных помещений с инженерными сетями. В дальнейшем будет определено, в чьем пользовании они будут находиться дальше. Гелена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.